Перед судом предстанет группа черных риэлторов, действовавшей в Тверской и Ярославской областях. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовных дел в отношении троих жителей Ярославской области, обвиняемых в совершении мошенничества и убийств, совершенных в 2019 году на территориях Тверской и Ярославской областей. 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки была установлена личность погибшей. Следователи выяснили, что погибшая являлась собственницей двух квартир, расположенных в городе Ярославле. Общая стоимость квартир составляла не менее 2 миллионов 700 тысяч рублей. В результате длительной крепотливой и слаженной работы следователей и криминалистов СУСК России по Тверской области совместно с сотрудниками уголовного розыска было установлено, что преступления в отношении погибшей совершены преступной группой, состоящей из жителей Ярославской области. Двух женщин, 85-го и 68-го годов рождения, и мужчины, 79-го года рождения. В кратчайшие сроки двое из них, мужчина и женщина, были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Другая же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. 5 февраля 2020 года фигурантку задержали в Московской области. Там она снимала дом. Женщина долгое время жила по поддельным паспортам, меняла имена, изменяла внешность. Долгая и кропотливая работа региональных сыщиков, сотрудников Главного управления МВД России и следователей регионального следственного комитета закончилась успехом. Ведь обвиняемая, по мнению следствия, причастна к еще одному тяжкому преступлению. Убийству мужа женщины, труп которой обнаружен в Калязинском районе. Мужчину сожгли заживо. И все это для того, чтобы тот не забил тревогу по поводу исчезновения своей жены и, конечно же, ради заветных квадратных метров. В конце 2019 года одного из фигурантов дела следователи и сотрудники полиции вывозили в Калязинский район для проверки показаний на месте. Обвиняемый показал место, где была утоплена женщина и сделала это, по показаниям мужчины, та самая фигурантка, которую объявляли в розыск. Вы когда увидели, что есть утопленник, что вот одна женщина утопила другую? Когда вторая поднялась... От реки? От реки. Потом я подошел и увидел ближайшее тело у берега. И вторая сказала вам, чтобы ее не было видно, чтобы вы ликвидировали, да? Ну, спрятал. А почему вы послушались? Вы хорошо знакомы со второй? Ну, я не сразу послушался. Немножко выцепенение было. Вы не ожидали, что произойдет убийство? Ничего вам она не объясняла? Зачем она это сделала потом? Ну, гораздо позже уже объяснила. А пока обратно ехали, на вопросы мои не смогла ответить. Для чего это? В Садейном 51-летняя обвиняемая призналась, активно сотрудничала со следствием. Прокурором Тверской области с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. Итак, предварительным следствием установлено, что в сентябре 2019 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на участке местности, расположенной на берегу реки Нерль Калязинского района Тверской области, утопили потерпевшую в воде. С целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина прикрепил к спине потерпевшей два металлических диска, после чего погрузил тело в воду. Потом обвиняемые решили убить супруга своей жертвы, чтобы тот не сообщил в полицию об исчезновении жены. Несчастного сожгли заживо в Ярославской области. А потом, в октябре 2019-го, фигуранты приобрели право на принадлежащие погибшей женщине квартиры, оформив их на неосведомленного человека. Раскрытие данных преступлений, совершенных в условиях неочевидности, вызвавшей широкий общественный резонанс, представляло особую сложность расследования. Так, на первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. При этом, в связи с замкнутым образом жизни потерпевших, сведений о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительных органах не имелось. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с органами дознания оперативности исследования, получаемой информацией о сложенстве работы указанных сотрудников, были установлены подозреваемые, а также добыты доказательства и их причастности не только к убийству женщины, но и к мошенничеству в отношении последней, а также к убийству ее супруга. При поддержке сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, а также сотрудников областного уголовного розыска МВД, было установлено также местонахождение трупа потерпевшего. После задержания и предъявления первоначальных обвинений, расследование уголовных дел продолжало представлять особую сложность в связи с большим объемом выполненных и запланированных следственных и иных процессуальных действий, значительным количеством назначенных и проведенных судебных экспертиз, а также позиций двух фигурантов, которые, несмотря на прямые доказательства их вины, полностью отрицали свою причастность к конкриминируемым им деяниям. При этом обвиняемый мужчина всячески старался искусственно затянуть сроки предварительного следствия, неинтенсивно знакомился с материалом уголовного дела, заявлял множество заявлений ходатайств, которые требовали проверки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовным делам отношения обвиняемых утверждены обвинительные заключения. В ближайшее время уголовные дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. В ходе расследования дела был проведен целый ряд экспертиз. Двое из фигурантов, несмотря на прямые доказательства их вины, полностью отрицали свою причастность к преступлениям. Обвиняемый мужчина всячески старался искусственно затянуть сроки предварительного следствия, делал множество заявлений и ходатайств, которые требовали проверки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.